Самый портрет Гои. Мы сейчас находимся на выставке Франциска Гои в музее изящных искусств, в дворце изящных искусств. Здесь около 15 картин Гои, Делу Круа и небольшая подборка замечательных его литографий. Вот так он выглядел в 2015 году за 13 лет до смерти. И это самый портрет Гои, написанный чуть раньше. Как мы видим, художник был благообразен лицом, ничего не скажешь о его гравюрах и стампах. В 1824 году Гои бежал в Испанию, спасаясь от режима Бордо во Франции. Поцарилась анархия после наполеонического периода, после периода наполеонических вонь. И вот, собственно, это портрет женщины в черной мантилье. Сделан в Испании. А это очень большое полотно, коммерческое. Марианна Вальдштейн. Написано также в Испании. Но Гои я также с большим удовольствием рисовал не селебритис в тех времен, но вот, молочница из Бордо. Замечательная, простая по своей цветовой гамме картина. Задумчивая молодая девочка, девушка, мадемуазель, молочница из Бордо. Символично, что мы находим, находимся в Лионе, промышленном центре Франции, где, впрочем, задолго до реформации начались, начались восстания работников, протестующих против индустриализации там и так далее. Портрет ткача из той же серии, портреты простого народа. И эта картина из той же серии, водоноска. Просто девушка, разносящая воду. Нравится, как она стоит. Уверена, четко, спортивная. Ну и симпатичное лицо, я считаю. Безусловно, Гоя. Гоя прекрасен. Это с Карпом Гритовым. Здесь же версия этого же. Еще один, само так. Разума, порождающий чудовище. Вот такую картину мог, наверное, написать такой сюжет. Только человек, который прошел через тот сложный период, который был во Франции, от революции до Наполеона, и после этого бежал из Франции. Этот сюжет продолжает предыдущий. Называется The Dressed Up. Они одеваются. А это они неживые еще. Посмотрите, вот, друзья, сколько там экспрессий, сколько там статики, сколько там мыслей. Это очень интересно. Франциско Гоя был необычайный подожник. Франко-испанский. Под конец жизни Франциско Гоя все больше и больше выходил в этот мистицизм. Картина Афорт. Слева строгая госпожа. То есть, очевидно, ведьма, поработившая серванта. А картина справа, они улетают. Они улетают прочь. Вот так. Чтобы хоть как-то сгладить, может быть, тягостное немножко впечатление от Франциско Гои. В конечном счете, это человек, живший в сложное время, больной, наверное. Я не психиатр, чтобы ставить ему диагноз. Безусловно, известный, талантливый. Вот Маха, известный Маха. Маха в одежде и Маха раздетая. Он нарисовал два варианта. Предлагаю завершить наш сюжет из Лилля на этом. Но нет, друзья, вместо паскриптума, это полотно Эжена де ла Кроа, романтика, уже француза, который видел Гою молодым. Ну и что-то, наверное, взял из его. Вот, как мы видим, совсем все изменилось. Картина называется «Студия бликов восточных костюмов и фигур после Гои». Вот так. Эжен де ла Кроа. Влог, дзен-влог Дмитрий Март, уникальные и удивительные статьи. Надеяться, что вам понравился сюжет о художнике Франциско Гои и его искусстве. Какую из картин Гои вы хотели бы повесить у себя дома, друзья? Для тех, друзья, кто пришлет первым интересный ответ, в рандомном порядке, наверное, среди первых трех будет разыгран небольшой приз нашего канала, друзья. Вот. Может быть, не такой страшный. Хотя он прекрасный тоже. Все страшнее и страшнее, друзья. Страшнее и прекраснее. Ужасающая красота. Это череп Франциско Гои, авторство Дионисофирес Альварес. Как и у Бетховена, после смерти Гои написано здесь. Сложилось много легенд. И вот здесь написано, что в последний раз череп Франциско Гои предлагали на рынке в Бордоу в 1955 году. Такая странная легенда, но вполне во французском стиле. Потому что, например, в России не могло бы быть такого, что череп Васнецова будут предлагать, например, на Азербайджане.